привет ребята а знаете ли вы что все что нас окружает можно нарисовать некоторые художники любят рисовать людей другие любят рисовать природу есть любители цветочных композиций кто-то любит рисовать старинные вещички потому что даже в обыкновенном старом ботинки есть красивые оттенки тени блики главное научиться видеть красоту во всем старых домах на остановках трамваев разливах рек и многом другом замечать окружающий мир это очень очень важно это делает нас с вами счастливыми и сегодня я предлагаю вам порисовать с натуры одну очень-очень милую игрушечку которую я нашла у дочки и этот лисенок любезно согласился нам с вами попозировать поэтому давайте мы с вами его внимательно рассмотрим и начнем рисовать рисовать с натуры очень-очень полезно потому что в этот момент мы с вами сравниваем между собой разные формы расстояние между деталями ну давайте вот рассмотрим лисенка посмотрите какая большая у него голова насколько ушки расположены далеко друг от друга насколько глазки расположены друг далеко друг от друга по отношению где находится носик по отношению к центру допустим нашего кружочка да то есть мы видим что носик находится ниже серединки круга если мы разделим круг пополам карандашиком у него совсем небольшие щечки и достаточно маленькое туловище да то есть давайте попробуем с вами нарисовать вот именно этого лисенка я кладу его рядом он будет мне позировать и давайте начинать первое что я делаю я рисую большой круг голова лисенка далее я рисую ушки да это у нас треугольнички но один из углов вот мягкой мягкий такой уголок не острый попробуйте нарисовать ушки в ушках есть белые пятнышко полукруг это серединка дальше я ищу носик как мы уже с вами посмотрели носик находится ниже серединки круга да где ты вот здесь я буду рисовать овал это будет носик лисенка щелочки достаточно небольшие две линии и давайте теперь нарисуем вот эти линии которые красиво так разделяют мордочку на белый и оранжевый цвет так я сравниваю глазками и смотрю куда идет моя линия такой она имеет направление теперь ребят обратите внимание где находятся глазки глазки находятся на белой части нашего круга так рисуем овальчики можно даже блик поставить и второй глазик овал и блик что осталось нарисовать теперь давайте приступать к туловищу нарисуйте вот такой красивый красивой белую грудку дальше я нарисую ручки ножки здесь очень смешные такие и нам остался с вами хвостик обратите внимание что хвостик до заостряется краю поэтому попробуйте до нарисовать вот такой вот это овал заостренный у самого края и покажите где у нас закончится оранжевый цвет будет белый полосочкой вот такой лисенок у меня получился карандашу как пока карандашный рисунок мы все можем поправить вот мой эскиз готов и я своего лисенка нарисую восковыми мелочками начну с самого светлого цвета и начну я с белого несмотря на то что белого не видно будет но я немножечко немножечко все равно пройдусь белым белым мелком по белому скажем так немножко тона добавлю хотя в принципе можно оставить и белую бумагу будет тоже очень хорошо и начать сразу с оранжевого но я немножко немножечко затонирую грудка кончик хвостика все теперь я выберу подходящий мелок так это слишком оранжевый а другого у меня подходящего нет я наверное буду соединять два мелочка вы же помните да что даже наши восковая пастель тоже смешивать я буду смешивать между собой оранжевый и охру и думаю у меня получится более такой цвет как он и моего лисенка так сначала я заштрихую лисенка оранжевым а теперь добавлю туда охру а теперь добавлю туда охру плотно кладу очень штрихи бумагу почти не видно уже если рука устала то делайте перерыв отдыхайте и продолжайте так головка у меня почти готова я забыла немножечко в ушки тоже добавлю белого красиво видите как даже мелок белый плавно плавно я соединяю оранжевый цвет и белый чтобы не было четкой границы я немножечко так вот хулиганю и все между собой немножечко соединяю цвета и вот так более живописно то есть даже мелочком да у меня получается так такая раскраска живописная я прям белым прошлась еще немножко по лисенку так ну что давайте теперь приступаем к телу я беру также оранжевый и раскрашиваю руки даже нет лапки лапки это же лисенок не забываем задние лапки хоть игрушечка но она ясно и очень милая и кусочек хвостика опять добавляю охры мне больше нравится цвет как получается из двух мелочков вы подбираете цветовую гамму зависимости от вашего набора может быть у вас другой будет набор другие цвета попробуйте смешивайте между собой мелочке подберите тоже цвет опять возьму беленький и немножечко вот эту четкую границу между белым и оранжевым я ее беленьким плавно плавно так а теперь ребят смотрите мы можем взять черными ловкой нарисовать глазки носик и щечки но чтобы была более четкая линия я возьму фломастер и сделаю это фломастером потому что мелочком будет немножечко такая линия у нас не четкая мы не сможем провести такую ровную линию так реснички тоже нам нужны это же наверное весенок девочка щечки и второй глазик вот такой милый лисенок у меня получился а теперь смотрите что я вам предлагаю можно сейчас взять акварель и придумать лисенку красивый какой-нибудь акварельный фон это будет очень-очень красивая работа но я сегодня решила воспользоваться готовой бумагой цветной я вырежу своего лисенка попробую приложить его на готовую цветную бумагу посмотреть какой цвет больше всего ему подойдет если вы любите вырезать то тоже можно вы можете вырезать я беру цветную бумагу давайте воспользуемся листочками целыми и по прикладываю лисенка на разные разные оттенки цвета и посмотрю где какой мне больше понравится там его оставлю так на рожевом неплохо смотрится а на зеленом посмотрите как ярко как замечательно какой контраст оранжевый и зеленый дает очень мне нравится но давайте еще по прикладываю а посмотрите ребят оранжевый на оранжевым как вам этот нравится или нет мне кажется что лисенок пропал его стало не видно видите он не виден уже силуэт лисенка на фоне да на таком так на розовом очень даже неплохо неплохо так а на синим посмотрите какой тоже контраст получается какой он яркий красивый как вам на синим фоне о на коричневом посмотрите красиво очень такой теплый теплый коричневый пожалуй я может быть даже я оставлю на коричневом своего лисенка на фиолетовом мне очень нравится вот опять коричневый ну вот оставлю я своего лисенка на коричневом фоне вы можете тоже выбрать какой вам нравится можете потом еще маркером написать как его зовут или что-нибудь дорисовать фантазируйте придумывайте до новых встреч ребят пока пока